Друзья, всем привет! HyperOS 2.0 уже максимально близко, ну и разработчики пытаются немножечко подыграть интерес к этому событию. А именно выпускают третью бетку Android 15 для HyperOS, ну или же наоборот HyperOS с Android 15 Beta 3. И в этом видеоролике давайте разберемся, что же интересного появляется, ну и также что же стоит ожидать в будущих обновлениях. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, казалось бы, версия Android это такая тема, которая многих может заинтересовать в плане того, что когда ты покупаешь аппарат, ты хочешь, чтобы у тебя устройство было с актуальной версией Android. И вот как бы многие аппараты, я знаю, еще остались на 12-м Android, на 13-м Android, какая-то определенная часть с 14-м Android, ну и уже сейчас 15-я версия уже доступна. Но вот как вы знаете, что в принципе компания Xiaomi пытается определенные моменты и фишки Android 15 просто скрыть. И то есть они условно берут базу у Android и дальше делают надстройку в виде, ну как это было MIUI, а сейчас это HyperOS. В целом и общем третья бета, она конечно же тут делает всевозможные улучшения патчей, модемы, ну и тому подобное. И в принципе это можно заметить на примере того, как работать будет связь. Да, как бы это стало повеселее, и там где условно не ловило, уже начало ловить. Еще что из интересного я заметил в этом обновлении, так это то, что в разделе экран и яркость добавляется раздел, который называется цветовой контраст. Да, это фишка, о которой многие пользователи просили. Ну и если уж так немножечко оглядываться по сторонам, то у других брендов данная фича есть уже достаточно давно. Из такого, что мне понравилось в плане внедрения этой фишки, это у Realme, как это все реализовано. Ну там прям реально большое количество всевозможной кастомизации, но компания Xiaomi пытается за этим всем делом угнаться и добавлять соответствующий раздел. У нас тут доступны с вами на выбор три такие истории, а именно у нас стандартная такая цветовая палитра, ну или стандартный контраст. Далее это средний контраст и конечно же будет такой высокий. То есть в тех приложениях, уведомлениях, в каких-нибудь всплывающих там подсказках, плашечках и тому подобном, можно будет как можно именно контрастнее выставлять отображение блоков. Ну и в принципе вам это сейчас показано на экране. Также еще можно максимально сделать контрастным цвет. Мы эту опцию активируем, ну и вуаля, пожалуйста, мы можем это вот следующим образом наблюдать. Опять же, может для кого-то данная фича полезна, интересна, но опять же для повседнева я бы такое не использовал бы. И это пока что на сегодняшний день такое самое большое и значимое добавление новой фишки в плане Android 15 для HyperOS. Если же мы с вами пойдем далее по всем разделам, которые могут нас с вами потенциально заинтересовать, я хочу сказать, что в целом и общем компания Xiaomi больше пытается найти некий такой баланс между бетками, ну и стабильной прошивкой. Да, понятное дело, что до стабильности тут еще далеко и есть такая информация, что стабильная HyperOS с Android 15 выйдет не раньше октября месяца, но возможно вообще и к концу октября. Опять же, за этим всем нужно следить и чтобы быть в курсе актуальной свежей информации по Xiaomi и HyperOS, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Еще также многих интересует вопрос, что же по поводу батареи, ведь в принципе с каждым обновлением Android все больше у нас каких-то надежд на то, что автономность возрастет. Но пока я вам хочу сказать, что из такого сверх нового я ничего не заметил, все то, что есть сейчас, это и там медленная зарядка, и максимальная зарядка, и тому подобное, это есть и на глобальной прошивке. Потому в плане батареи, сразу вам говорю, не стоит ожидать чего-то сверх вау. И также возможно еще, как я уже в предыдущих видеороликах рассказывал про Android 15, что добавится раздел с пользователями. Когда-то такая фича была еще в MIUI, потом ее почему-то вырезали, ну и вот опять же через какое-то время разработчики возвращаются, ну скажем так, к истокам. Опять же, здесь можно добавить профиль гостя, можно выставлять всевозможные разрешения, фотографии, ну и тому подобное. Но опять же, эта фишка, ну не совсем тянет на прям такое что-то кардинальное в плане Android 15 и HyperOS. Если мы с вами возьмем Android 15 и в чистом его виде, как он существует, ну там конечно очень много всяких изменений. Будет ли такое количество и в HyperOS 2.0, ну или же возможно там переходная какая-то будет HyperOS, пока сказать сложно. Потому что разработчики пока что нам дают так по крупицам всю эту историю и информацию. Еще, кстати, такое небольшое наблюдение. На китайской прошивке, на которой наш сегодняшний обзор и построен, улучшили отклик вибромоторчика. Если у вас линейный вибромоторчик, там со всеми наворотами, там и тому подобным, то вы как бы можете разблокировать загрузчик, перейти на китайскую прошивку и почувствовать то, чего нет в глобалке. Ну в глобалке там пытаются как бы-то с помощью всяких ползуночков это все довести до ума, причесать, как бы так скажем. Но не особо у них это получается. И потому только в китайке вот именно этот раздел является действительно, ну скажем так, уникальным. И позволяет нам почувствовать все возможности нашего смартфона. Вот, кстати, еще нам прошивка уведомляет о том, что это Android Developer Preview Program. То есть мы с вами являемся, ну условно, тестировщиками данной прошивки. Чего же я в целом ожидаю от Android 15? Ну конечно стабильности, потому что HyperOS это как бы очень и очень надо. Насколько это будет реализовано в той же глобальной прошивке пока судить сложно, да и вообще когда она выйдет, так же пока что информации нет. Но я надеюсь, что разработчики не будут слишком сильно тянуть данный вопрос, потому что ну реально хочется уже попробовать что-то годное и что-то стабильное. Ну а в комментариях пишите, чего вы ждете от Android 15, ну а также от HyperOS 2.0. И также еще не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе самой свежей и актуальной информации. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.